предфинишная серия москва сургут 15 по счету видео будет проходить в темное время суток то есть для тех кто ожидает красивый пейзаж из окна автомобиля можете эту серию пропустить эта серия будет исключительно для тех кто собирается в дальнюю поездку и кому интересна информация о трассе по ходу движения буду включать как оригинальный звук так и свои комментарии после кратковременной остановки на заправку продолжим движение в общем с левой стороны населенный пункт нижняя римзианы посмотрите какая заправка и делайте выводы так я чуть позже наверное расскажу ну поделюсь мнением об одном видео которое я смотрел канале youtube это разговор в салоне наверное интереснее слушай чем у меня сейчас нет здесь сейчас я помутил все а не там стадия надо вот так вот видите сейчас направо ну и лучше есть машина вверх Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, да? Ох, да. Так, господа, пошли в кафе. Ладно, подождем, когда вернутся, может быть, что-нибудь дельное скажут. Так, ничего дельного сказано не было. Немного сориентируясь, с правой стороны на разном расстоянии проходит железная дорога. В данный момент станция Ингаир. Так, условия движения тяжелые, крайне тяжелые. Очень плохая видимость, но могут быть условия еще хуже. Например, зимой, если ехать по такой дороге, немножко светлее, но разметки практически не видно. И вот в связи с этим мне пришло на память одно видео я смотрел в Ютубе, когда на зимней трассе двигается автомобиль легковой. Трасса занесена снегом. Разметки абсолютно не видно. Ориентир только колея. Ну, колея там на снежной дороге, сами понимаете какая. Но ввиду того, что видео короткое и очень страшное, естественно, я смотрел очень внимательно, где произошла ошибка, где произошел сбой, почему случилось страшное ДТП. И вот, просматривая видео, в спокойной обстановке анализирую. И вдруг, в какой-то момент времени замечаю, что водитель едет по встречной колее. Как он попал на встречную колею, несколько раз я просматривал видео, я не смог определить. Очень плохо было видно с правой стороны, но я определил, что это его колея. И он, по всей вероятности, ориентировался на впереди идущую фуру на габаритное огне. И вот, в какой-то момент времени видео короткое было. Я еду, вернее смотрю, и вот мурашки по коже, он двигается по встречной полосе. И вдруг, в какой-то момент времени, там несколько доли секунды, наверное, клаксон фуры и лобовое столкновение. Ужасная, жуткая авария. Я не знаю, погиб водитель или нет. Дай Бог, чтобы был жив. Но в темное время, ночью, в зимний период, крайне внимательным нужно быть. Потому что, я говорю, я несколько раз это видео просматривал и просто не смог понять, в каком месте водитель со своей колеей ушел на встречную полосу. Это снежное покрывало на дороге, оно полностью скрыло дорожную разметку. То есть, в который раз уже, наверное, буду говорить, двигаться в темное время суток по таким трассам я бы никому не советовал, никому бы не рекомендовал. Во-первых, ничего не видно, ни посмотреть ни влево, ни вправо. Практически все в черноте. Ну и вот, слава Богу, что сейчас четкая разметка, все четко и ясно видно. И тем не менее, никому не рекомендую ехать тем более с семьей, если в темное время суток вот оказаться на трассе. Это и опасно. Ну и разные, не дай Бог, последствия могут быть и тем более, тем более с зимой. А учитывая то, что очень малонаселенный участок трассы, то и помощи ждать неоткуда будет. То, что смог увидеть на карте населенные пункты, я имею ввиду, я короткими такими титрами отметил на видео. Это не значит, что они прямо на трассе находятся. Это на каком-то удалении от километра до двух-трех километров в стороне от дороги. Трасса Р-404, двигаемся в сторону Сургота. Так, наверное, отвечу на некоторые, что там поступило к этому времени. Какие сообщения. Так, сообщение пока поступило одно. Значит, Александр Седьмой по поводу интриги и загадки в видео. Это я вам писал в ВКонтакте. Да, я просто не мог вспомнить, где такая была информация, где такой был вопрос. Дело в том, что компьютер работает не выключаясь. Уже, наверное, месяца полтора-два вообще не выключаю, обрабатываю видео. Ну и чтобы не замедлять его работу, стараюсь меньше его дергать, меньше его тревожить. Ну, значит, будет интрига вслед за этим маршрутом. Но еще осталась одна финишная серия до Сургота. Затем размещу видео Москва-Тюмень. Такой комбинированный вариант. А вот потом будет видео интрига. То есть я могу сразу назвать, что старт будет в городе Ижевском. Маршрут очень короткий. Вот в каком направлении будет движение, говорить не буду. Даже в названиях не буду указывать. Просто напишу, что Ижевск-Многоточие, первая серия, вторая. Расстояние небольшое, там порядка тысячи километров. Ну, вот будет вам такая интрига. Отгадайте, какую сторону движения, какие города. Ну, если движение, если маршрут будет проходить через города, то видео будет без ускорения, чтобы могли рассмотреть те города, через которые проходит маршрут. Ну, а Москва-Тюмень, по всей вероятности, я буду с картами, потому что я уже говорил, что это более, наверное, относится к справочному материалу, к справочной информации, чтобы те, кто отправляется на восток, Ну, имели вот какое-то визуальное представление по карте. С левой стороны по ходу движения вдоль всей трассы тянется река Иртыш. У нее очень извилистое русло. Причудливо извивается. С левой стороны по ходу движения на протяжении всей трассы. Наверное, вы смотрели карту маршрута этой серии. Наверное, обратили внимание, что населенных пунктов практически нет. До привала примерно 300 километров. Будут, конечно, небольшие площадки для ночевки. Там дальнобойщики обычно кучкаются в заправочной станции. Но с семьей, с детьми, я бы, который раз, наверное, повторю, категорически не рекомендовал бы движение вот в темное время суток. Что-то в салоне тоже молчат. Что-то в салоне тоже молчат. Просматривая видео, можете реально убедиться об условиях движения в темное время. Повторю, что зимой не менее волнительно ехать. Ни радио-ФМ, ни телефонной связи на этом участке практически нет. Движение идет на север от Тюмени в сторону Сургута. Движение идет на север от Тюмени в сторону Сургута. Движение идет на север от Тюмени. Движение идет на север от Тюмени. Временами проскакивает музыка FM диапазона. Я пытаюсь эти места удалять и проскакивать, чтобы не было претензий со стороны Ютуба. Я уже неоднократно об этом говорил. Знаете, есть еще один интересный момент. Я, откровенно говоря, был в шоке, когда хотел использовать гимн России в начале видео. В начале каждого маршрута Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Этот ватт с левой стороны. Поэтому и FM появился. Так вот, разместил пятиминутный ролик с фрагментом видео, заменив аудиодорожку на гимн России. И у меня был шок, когда моментально мне Ютуб выставил претензии, что я использую, что я нарушаю авторские права какого-то гражданина, который проживает в Штатах и заявил авторские права на гимн России. У меня три случились, я был в шоке. Какой-то америкос зарабатывает деньги на нашем гимне. Вот спрашивается вот такой вопрос, что ли. Вообще у нас есть юристы, там, я не знаю, правозащитники какие-то, которые бы отслеживали вот такие моменты. Заявил права и все. Он, оказывается, является автором гимна. Гимн является его собственностью. И он это видео монетизирует. Надеюсь, что кто-нибудь... Ну, к этой теме я еще, наверное, обращусь в других видео. Буду на этой теме заострять внимание. Заострять внимание, что надо в этом плане какой-то навести порядок. Я вот использовать буду в начале каждого маршрута. В начале маршрута будет начинаться с гимна России в исполнении группы Любе и Николая Расторгуева. Вот уже несколько раз они предъявляли мне авторские права на гимн России. Я подавал претензию. Ну и они снимали свои претензии. То есть гимн, который звучит в исполнении Расторгуева. Даже не знаю, как сказать. Они отказались от авторских прав на гимн России. Уже дважды такое было. Не знаю, сколько это будет продолжаться, но я буду долбить. Рано или поздно какой-то, может быть, конфликт возникнет. Ну ладно, бог с ним. Это вот просто имейте в виду, что авторские права на гимн России заявил какой-то американец. Я сейчас уже не помню, в каком штате. И главное, от него не добиться. Посылаешь претензию, и он отклоняет все заявы, заявления на нарушение авторских прав. Так что, если есть юристы, если есть люди подкованные юридически, то вот вам пища к размышлению. Может быть, кто-нибудь выставит, подаст иск на этих америкосов, которые потеряли наглость и все остальное. И пиндюрят ему там иск на несколько миллионов, а может быть, и миллиардов долларов. Думаю, это было бы правильно. Так что, отзовитесь по этой теме. Кому интересно, кому не безразлично, это буду ждать. Вот с левой стороны проехали осинник. Далеко позади остался с левой стороны. Совершенно пустынное место. Далеко справа, не знаю, километров, наверное, 40-50 проходит железнодорожная ветка. Много мелких рек. Если посмотрите на карте, удивительные рисунки русла реки выполняют просто невероятно. Поворачивают на 90, на 180 градусов. Бык, наверное, отдыхает. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 недавно появилось видео николая брежнева очень поучительная значит коротко ехала по трассе видимо все в темное время в крайне правой полосе и вдруг как черт из табакерки из-под земли вдруг увидел припаркованную фуру без габаритных огней без ничего в темноте еле успел повернуть обойти слева так что зайдите на канал николая брежнева посмотрите это видео какой-то профессионал в кавычках остановился выключив все огни и просто чудо что брежнев николай брежнев не влетел в него не на обочине что интересно вот именно на правой полосе дорога была двухрядная в каждую сторону вот этим и опасные ночные поездки ночные маршруты ограниченная видимость может довести упаси бог конечно до беды допустим вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему? С правой стороны болота большие лесные массивы, а с левой стороны на разном расстоянии иртыш. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, сообщение выполняет, наверное, между Омском и Салихардом... Водная артерия... Продолжение следует... Продолжение следует... Рядом остров Новоселовский... Далеко впереди слева... Демьянское село... Наверное... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вам нужно дать должное, на всем протяжении разметка вполне приличная. Что будет зимой, можно только гадать. Снег с трассы убирают, но что с разметкой, ну в прошлые годы разметки не было видно, но с левой стороны оставили позади населенный пункт Демьянская, он на русле на берегу мертыша. Заранее скажу, что остановка на ночевку будет в населенном пункте Салым. Этот фрагмент я, наверное, оставлю без ускорения. Ну посмотрим, пока трудно сказать там. Салым. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Можно будет... А что тут? Тут ничего и не присмотришься, не сориентируешься никак в черноте. При движении ночью... Возникает иллюзия, что встречный автомобиль двигается по твоей полосе. Бывает такой оптический обман. Ну вот то видео, про которое я говорил, где бы водитель легкого автомобиля выехал навстречу, и лобовое столкновение с фурой... Это просто очень сильно на меня подействовало... Долго было по впечатлениям, сколько прошло времени... Может быть два, может быть три года... Просто представить такую ситуацию, не дай бог... Возникает иллюзия... Возникает иллюзия... С левой стороны по ходу... огромный лесной массив, заболоченная местность с правой стороны, извилистые русло рек, каких сказать не могу, просто как червяки какие-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Впереди развилка, которая ведет Ханты-Мансийск. Там можно уйти направо, повернуть и в сторону Нефтьюганска и Сургута. И второй. И правый поворот если направо уйти, то... то мимо Пытьях, дальше Нефтьюганск, ну и Сургут. Помню свою поездку не первый раз, а летом года два, наверное, ехал. Он стал на развилке, как ехать через Ханты-Мансийск или Пытьях. По радио связался. Одни советовали через Нефтьюганск, другие через Пытьях. Но я посмотрел, куда основной поток автомобилей пошел. Он пошел через Пытьях. И я вот тоже за ними следом двинулся. Ах-хм-хм. Впереди развилка и уходим направо через Пытьях. На Салихард. Трасса Р-404. Левый поворот, я уже говорил, на Ханты-Мансийск. Ну а направо через Нефтьюганск. Местами вообще чернота, когда ни разметки не видно. Это только вот или отраженный свет дорожных знаков или свет встречных автомобилей. Не рекомендую, категорически не рекомендую с семьей ехать в темное время по этой трассе. Справа железная дорога. Временами приближается к трассе на несколько десятков метров. Ах-хм-хм. Временами приближается. Временами приближается. За Салихардом Нижневартовск. Там не помню сколько километров до него. Не очень далеко. Советовал бы, если поедете Нижневартовск или как его местные жители называют Вартовск. В светлое время. Отрицающе красивая трасса. Вот от Тюмени до Сторгута тоже красивая трасса. Ну вот так вот. В этом видео движение по этому участку в темное время ночью. Я думаю в полной мере ощутите условия движения. В основном автомобили двигаются колоннами. Редко встретишь одиночек. Лучше всего, конечно, на такой трассе, на такой дороге, при таких условиях, двигаться на небольшом отдалении от большегруза, от форы. Во-первых, прячешься от встречных фар, от ослепления. Во-вторых, какая-то защита, что ли, условно говоря. Туда explicаем это! Быстрее! Надежно работает. Поворот на Хантын-Ансильск остался позади. Вот местами асфальт чёрный, он поглощает свет фар и движение вообще как на ощупь, как будто. А если ещё учесть, что связи на трассе никакой, практически никакой. То сами можете представить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Справа вдоль трассы тянется железная дорога на Сургут. Ну а за железной дорогой русло реки, как же называется? Река называется Нелым. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Сколько проехали, ни слова не проронили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ни комментариев, ни сообщений ничего пока нет. Прямо по ходу, через километров семь-восемь населенный пункт Муген. Железная дорога уже с левой стороны и за железной дорогой этот населенный пункт. Дорога местами почти вплотную с Федер-Эс-трассой. Дорога, повторю, Р-404. С правой стороны по ходу движения озеро Цингинский Сор. Чуть дальше озеро Малый Сор. Далеко, с левой стороны озеро Чагарова, с правой стороны озеро Долгий Сор. Рядом населенный пункт, по-моему, Карьер. Стараюсь максимально на пол времени привязывать комментарии к видео. На видео ни черта не видно. Чернь. Но вот примерно ориентироваться по таким точкам, как озера, населенные пункты. Пустынное место, совершенно пустынное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, разговорчивостью в салоне не отличаются... Трасса Р-404 движение в сторону Саргута... Продолжение следует... 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 Впереди мобильный пост ТПС. Ограничение 60. Субтитры создавал DimaTorzok Вот он, Салоин. Были бы все-таки трассы освещенные. Впереди ЖД-переезд. Ограничение 20. Странно, на карте показывают, что не приезжаем. На карте показывают, что прикоснулись железной дороги. Ну вот, Салым. Салым. Так, про Салым в Википедии написано, что... Это сельское поселение. Муниципальное образование в нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации. Административный центр поселок Салым. Статус и граница сельского поселения установлены законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 25 ноября 2004 года. Население составляет в 2017 году 7 410 человек. Вот и все. Поселение включает два населенных пункта. Сам Салым, поселок, административный центр и Сивысья. Поселок, поселок, Сивысьях 463 человека. На территории поселения находится также поселок КС-6, не имеющий официального статуса административной территориальной единицы. Вот все, что написано о Салыме. В Салыме озеро называется Сырковый Сор. Сырковый. И озеро Малый. Малый. Малый Сорох. Понятно. Река. Река. Река в Салыме в Андрас. Проскочил поселок. Сам того не заметил. Но сейчас развернется и поедет назад. Сейчас с левой стороны Транссибирский проезд улица и Транспортная улица. Разворачивайся давай. А привал будет на улице 50-летие, 55 лет Победы. Ну вот, в принципе, можно было бы здесь остановиться. Но что-то ему не понравилось. Поехал назад в Салыме. Ну, здесь достаточно много улиц. Могу прочитать. Новая улица. Лесная улица. Приозерная улица. Комсомольская улица. Улица... Впереди город. Ограничение 60. Строителей. Тоже Звездная улица. Солнечная улица. Улица 45 лет Победы. Новая улица. Вижу Среднюю школу. Улица Мира. Кедровая улица. Болотная улица. Молодежная улица. С левой стороны по ходу движения сейчас. Набережная улица. Зеленая улица. Центральная улица. Еловая улица. Речная улица. Ну, вот, в принципе, и все. Так, через поселок, через поселение проходит река Вандра. Вандрас. Вандрас. Река Вандрас. И река Айега. Айега. Вот такое маленькое поселение, а имеет две реки. Снова въезжает в Салэм. Правый поворот и привал на улице. Сейчас посмотрим точно где. Айега. 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 Нет, нет. Я не доехал до Сургута. Остановился. Ну да да. Остановился на ночевку. Где-то километров двести с лишним. Да да. Я обратно на поезде. Смотрите. Ну, в тринадцать он уже отправляется. Нет, в Сургуте. В самом Сургуте отдаю. Ага. Я понял. Хорошо. Федоров. Шестьдесят девять. Ага. Я понял. Да. Спасибо. Хорошо. Хорошо. Да. Ага. Да. Достань. Ага. Да. Достань. Да. Ну вот завтра днем. Завтра днем сможете, может быть, на рассвете что-нибудь увидеть. Я на этом заканчиваю. Следующая серия. Заключительная. Финиш в Сургуте. Тихо. Сургуте. Завтра днем. Ага. Заключительная. 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 Побоже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...